коллеги добрый день рад вас всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре меня зовут виктор ванныч соских я директор коллекционного центра жкх энергетики и сегодня мы с вами будем говорить о проблеме которая думаю будет волновать многих в этот зимний период это что делать если в квартире холодно давайте сегодня попробуем рассмотреть этот вопрос и посмотреть что нужно конкретно делать случае если в квартире действительно холодная температура не соответствует нормативной для этого посмотрим начнем с презентации несколько понятийный аппарат рассмотрим что такое отопление это подача централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым сетям теплоснабжения систем отопления тепловой энергии отопление будет бывает как мы знаем это централизованное это когда у нас вот через тест через гэс котельная идет либо это крышная котельная это отдельный разговор мы сегодня об этом не будем говорить но в принципе суть того о чем мы сегодня будем говорить распространяется и на крышные котельные и так потребитель это все мы собственники все те кто владеет помещением мы потребляем эту тепловую энергию исполнители это те организации которые подают нам тепловую энергию в данном случае допустим самаре это т-плюс в тольятти в других муниципалитетах это возможно другие ресурсоснабжающие организации значит между нами и ресурсоснабжающими организациями которые предоставляют коммунальные услуги действует особые взаимоотношения они рассматриваются с точки зрения 354 постановления правительства российской федерации по предоставлении коммунальных услуг это параметры тепловой энергии фиксация факта некачественной услуги и начисление платы за тепловую энергию и закон российской федерации о защите прав потребителей то есть наши взаимоотношения с этими организациями должны строиться именно на основании 354 постановления правительства и закона о защите прав потребителей значит оптимальные допустимые нормы температуры воздуха в помещениях многоквартирного дома это 354 постановление чтобы вы знали это отдельное приложение и буквально несколько слов жилая комната 18 градусов если это района крайнего севера то она может быть больше 20 градусов это угловая комната кухня 18 26 туалет 18 26 ванной 18 26 межквартирный коридор 16 22 вестибюл лестничная клетка 14 20 и кладовые 12 22 то есть вот эти температуры которые зафиксированы в 354 постановление касающиеся нормативной температуры которая должна у нас быть далее допустимая продолжительность перерыва отопления всякие бывают ситуация но они четко прописаны 354 постановлением и написано не более 24 4 часов суммарно течение одного месяца не более 16 часов единовременно но при различных температурах это может быть несколько ниже допустимое превышение нормативной температуры не более 4 градусов снижение температуры в ночное время не более 3 градусов далее давление до отклонения давления вообще на внутридомовой системе не допускается то есть давление для чего нужно для того чтобы была циркуляция теплоносителя значит какую ответственность несет ресурсоснабжающая организация или исполнитель за некачественное предоставление коммунальные услуги первое нарушение качества представления коммунальных услуг за вред причиненной жизни здоровью имуществу потребителя в следствие нарушения качества за убытки причиненные потребителю в результате нарушения исполнителем прав потребителей и моральный вред это то что мы можем выставлять ресурсоснабжающей организации в случае если будут нарушены параметры теплоносителя и температуры в нашем жилом помещении значит что мы должны запомнить а для того чтобы знать что мы должны делать если квартире не соответствует температуре первое с чего мы должны начать это обращение в аварийно-диспетчерскую службу то есть фиксация факта предоставления некачественной услуги обязаны позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и получить регистрационный номер нашего обращения куда представиться надо будет фамилия имя отчества адрес точная квартира и что случилось в ответ представители аварийно-диспетчерской службы мы должны сообщить вам что ваша заявка принята номер зарядки такой-то для того чтобы в последующем это все можно было зафиксировать и принять решение уже по перерасчету далее в течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель обязан происповер проинформировать нас о причинах предоставления этой услуги что случилось авария пожалуйста отключитесь владимир отключите пожалуйста звук да и если известно то сказать дату возобновления представление этой услуги при обнаружении факта нарушения потребитель как я сказал уведомляет аварийно-диспетчерскую службу сообщение может сделано письменно устно по телефону и через систему гис жкх как я уже сказал он должен назвать свою фамилию имя отчество адрес и что случилось и сотрудник аварийно-диспетчерской службы принявший это обращение должен назвать номер заявки я почему обращаю внимание именно этот факт что от этого зависит первичная факт выявление факта не представление кому представление коммунальные услуги ненадлежащего качества случае если сотруднику адрес известны причины он еще раз говорю должен сообщить если неизвестны он обязан согласовать с нами с потребителем время для того чтобы зафиксировать факт этой услуги некачественной значит вот здесь определено что время проведения проверки назначается не позднее двух часов с момента получения потреби от потребителя сообщения о нарушении качества услуг то есть мы позвонили течение двух часов они должны нам прийти согласовав время которые они должны прийти если нас это время не устраивает мы можем определить другое время и договориться о другом времени когда эти представители управляющей организации либо ресурс снабжающей организации должны прийти к нам и зафиксировать факт значит сразу оговорюсь что в случае наличия прямых договоров с ресурс снабжающими организациями за все что происходит внутри дома все равно отвечает управляющая организация поэтому звонок должен быть в арене диспетчерскую службу управляющей организации они должны фиксировать этот факт по окончанию проверки после того как они пришли замерили температура мы дальше остановимся как это происходит должен быть составлен акт для чего нужен для того чтобы зафиксировать вот этот факт некачественной услуги то есть мы на первом этапе звоним в арене диспетчерскую службу на втором этапе составляется акт о некачественной услуге здесь вот у меня расписано что это должно быть как оно должно быть акт составляется в количестве экземпляров которые необходимы для всех принимавших участие в этом мероприятии если это управляющая компания и ресурсоснабжающая организация и собственник это три экземпляра составляется если это управляющая компания и потребитель собственник то это два экземпляра этого акта если в ходе проверки возникает спор возле в различные ситуации возникают да то можно заказать определенную проверку которая бы решила вот судьбу этого спора вот то что мы начинали говорить по этому спору любой участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги единственное на что ваше обращаю внимание это то что экспертиза будет проводиться за счет того кто был неправ тот будет и оплачивать эту экспертизу вот оно прописано 3054 постановление расходов на проведение экспертизы инициированной потребителем несёт исполнитель если в результате экспертизы инициированной потребителем установлена отсутствие факта нарушения коммунальные услуги то потребитель обязан возместить исполнителю расходы на То есть, если мы заказываем, но мы не правы в этой ситуации, а нам придется оплатить эту экспертизу. Продолжение следует... От и до. То есть, два срока, которые мы должны определить. Первый срок фиксируется актом о том, что коммунальная услуга оказана некачественно. Вот она, первый пункт А. Дата и время проведения потребителям досведения аварийно-диспетчерской службы. Это тоже дата, может быть. Дата и время начала нарушения, которые были зафиксированы коллективным общедомовым прибором учета. И еще, которая зафиксирована в акте проверки качества предоставления услуги. То есть, вот это даты, когда идет фиксация факта начала предоставления некачественной услуги. Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным. Какая же вторая дата, как мы говорим? Дата и время установления исполнителем факта возобновления предоставления коммунальной услуги надлежащего качества. То есть, температура соответствует. Это уже вторая дата. С даты и времени доведения потребителям досведения аварийно-диспетчерской службы исполнителя сообщения о возобновлении представления ему коммунальной услуги надлежащего качества. То есть, мы звоним повторно в аварийно-диспетчерскую службу и сообщаем, что у нас все нормально, температура соответствует. Дальше. С даты и времени указанных в акте о результатах проверки. То есть, после окончания выполнения каких-то определенных работ и после восстановления качества коммунальной услуги составляется повторный акт о том, что услуга оказывается качественна. Это тоже является датой. И даты и времени возобновления представления коммунальной услуги надлежащего качества, которые зафиксированы прибором учета, общедомовым прибором учета. Потому что он показывает температуру теплоносителя. Если она соответствует, то, в принципе, это тоже является датой окончания времени предоставления некачественной услуги. Итак, мы начали с того, что позвонили в аварийно-диспетчерскую службу, договорились о проведении проверки. После этого разговора представитель управляющей организации, ресурсоснабжающей организации должен прийти к нам в помещение для того, чтобы составить акт о некачественной услуге. Значит, как я уже сказал, время определено не более двух часов. Но если у вас нет возможности присутствовать, вы можете назначить другое время. И на это время они должны прийти и приступить к акту замеря температуры в помещении. Значит, сразу оговорюсь, что проведение замера температуры в помещении возможно только при минусовой температуре на улице. На улице должно быть не выше минус пяти градусов. То есть при минусовой температуре. Вот сейчас, допустим, если температура плюсовая, и кто-то будет жаловаться на то, что к помещению у него не соответствует, нету тех же восемнадцати градусов, да, замера температуры в помещении производить нельзя. Еще раз подчеркну, что замер температуры производится при температуре на улице ниже минус пяти градусов. Значит, измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате при наличии нескольких комнат в наиболейшей по площади жилой комнате в центре плоскоти, то есть посреди этой комнаты на высоте не менее одного метра. Это требование ГОСТа и примечание седьмое пункту пятнадцатому. Триста пятьдесят четвертых правил. Но еще раз повторю, чтобы мы это достаточно хорошо выявили, что приходит комиссия, окна должны быть закрыты, то есть никакого доступа воздуха не должно быть в это помещение. Значит, происходит факт замера температуры в самой большой комнате посреди комнаты на высоте не менее один метр, там метр тридцать, если быть до конца правильным. Значит, должен быть термометр сертифицирован для того, чтобы можно было замерить действительно температуру воздуха в помещении. Потому что многие здесь обращаются, говорят о том, что необходимо замерять температуру батарей. Нет, замеряется температура воздуха в помещении. Поэтому имейте в виду вот этот порядок, который определен в ГОСТе 30-49-4 2011 года. Дальше. Произвели замеры температуры. Составили акт. Значит, теперь у нас остается что сделать? Произвести перерасчет за время предоставления некачественной услуги. Значит, изменение размера плата предусмотрено частью четвертой статьи 157 ЖК РФ. И этот перерасчет производит и выполняет управляющая организация, то есть управляющая компания ТСЖ-ЖСК. В последующем, если у вас прямые договоры, они выходят к ресурсоснабжающей организации и уже с ними рассчитывается по данным финансам. Но выплачивает вот эти деньги за некачественные услуги управляющая организация. Далее. Когда производится данный перерасчет? Перерасчет производится в случаях. Первое. Непредоставление коммунальной услуги в расчетном периоде. Предоставление некачественной коммунальной услуги в расчетном периоде. Не подлежит перерасчету плата за отопление при временном отсутствии потребителя в жилом помещении. Бывают такие ситуации, когда кто-то уезжает в отпуск, в санаторий куда-то еще, ложится в больницу. Неважно, да. И говорит, что я не присутствовал, поэтому перерасчет, будьте добры, сделайте. Этого делать нельзя. Перерасчет не производится. Он производится только в случае, если услуга оказана некачественно. Значит, она, эта услуга, производится при случае, что... У кого-то микрофон включен. Пожалуйста, выключите микрофон. Если дом не оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, оборудован общедомовым прибором учета, но в квартире индивидуального прибора отопления нет. Вот только в этих случаях возможен перерасчет за коммунальную услугу по тепловой энергии. Как он происходит, этот перерасчет? Значит, собственник обязан предоставить управляющей компанией заявление о перерасчете и акт фиксации факта некачественной услуги. Вот те два документа, на основании которых производится и должен производиться перерасчет за некачественную услугу. Почему я обращаю ваше внимание на составление акта? Это основной документ о том, что услуга некачественна. Значит, к сожалению, это носит заявительный характер, поэтому вам необходимо написать заявление, приложить к этому заявлению акт и отправить его в управляющую компанию. Перерасчет платы за отопление делает в случаях, когда плату начисляет по нормативу, как я уже сказал, нет индивидуального прибора учета. Перерасчет производится за каждый час отклонения температуры воздуха от нормы на 0,15% от размера платы за каждый градус отклонения. То есть, если у нас температура нормативная 18 градусов, а у вас в квартире зафиксировали 16 градусов, то отклонение у вас составляет 2 градуса. 0,15% умножается на эти 2 градуса, получается 0,30. И вот уже по этой схеме размер перерасчета умножается на сумму, на количество часов, умножается на 0,15, температура по нормам, это 18 градусов, и фактическая температура. Вот по этой формуле, в принципе, определяется расчет платы, которую вам могут сделать. Когда производится перерасчет, значит, перерасчет должен проводиться по итогам каждого расчетного периода. Расчетным периодом у нас является месяц, то есть по итогам следующего месяца, при выставлении квитанции на следующий месяц, за этот месяц вернее, то есть до 10 числа вы должны оплатить, квитанция должна прийти у вас до 1 числа, вот в этой квитанции должен быть уже и перерасчет. Перерасчет в квитанции вы можете также увидеть. Это отдельная табличка после общей таблицы о начислении платы за услуги, ну, в том числе за тепловую энергию, за горячую воду, да, отдельная ниже табличка должна быть, перерасчет платы за коммунальную услугу как отопление. И там все это должно быть расписано. Какой перерасчет, какая сумма, и уже на основании этой квитанции вы уже в этой квитанции, за эту квитанцию будете, соответственно, платить меньше, чем за те другие квитанции, когда отопление у вас было нормально. Итак, подвожу итог всего того, что я сказал, чтобы было понятно. Первое. Необходимо зафиксировать факт предоставления некачественной услуги. Для этого вы звоните в аварийно-диспетчерскую службу, сообщаете о нарушении коммунальной услуги, согласовываете с аварийно-диспетчерской службой время, когда придут для составления акта в течение двух часов, я уже сказал, они должны подойти, идет фиксация факта предоставления некачественной услуги, далее идет устранение этого факта некачественного предоставления коммунальной услуги, и когда услуга восстанавливается, повторно готовится акт о том, что услуга оказывается необходимого качества. И вот за этот период с первого акта по второй акт, вы должны написать заявление в управляющую компанию и приложить первый акт о том, что услуга оказывается некачественной. На основании этих двух документов управляющая организация обязана предоставить вам перерасчет, который она выставляет в квитанции за период, то есть за месяц. И на основании этого производится перерасчет платы. Сразу еще раз обращаю ваше внимание, что замеры температуры производятся в комнате, в самой большой комнате, посреди этой комнаты, на высоте не менее одного метра, сертифицированным термометром. Это все должно быть обязательно выполнено. Перерасчет осуществляет управляющая организация, дальше она уже взаимодействует с ресурсоснабжающей организацией и решает с ней вопросы оплаты вот этого перерасчета. Но это уже взаимозачеты между управляющей и ресурсоснабжающей организацией. Значит, в принципе, наверное, все. Значит, еще что хотел бы сказать вам относительно температуры. Как я уже сказал, вот мы вернулись, вернемся по вот этим вот табличке, по этой табличке. Должны запомнить одно, что температура 18 градусов в комнате, в угловых комнатах 20 градусов. Вот это основа основ. То есть вот та температура, которая должна. И ресурсоснабжающая организация для того, чтобы поставлять эту температуру в многоквартирный дом, должна, соответственно, выдавать теплоноситель в соответствующей температуре. Значит, есть тепловые графики, относительно которых ресурсоснабжающая организация в зависимости от температуры воздуха на улице должна давать определенную температуру теплоноситель, в многоквартирные дома. Но это отдельный разговор, и мы еще, надеюсь, будем говорить относительно того, что мы сейчас, в принципе, говорили, если эта система разбалансирована, теплоснабжение в доме, как правило, здесь основная причина. Если ресурсоснабжающая организация дает не ту температуру, которая предусмотрена графиком, то это уже другая ситуация, и здесь уже вопрос идет о перерасчете всем собственникам. Коллеги, наверное, я завершу на этом, да? Если есть у кого вопросы, можно обратиться в чат или задать их напрямую, я готов буду ответить. У нас осталось пять минут. Поэтому, коллеги, давайте попробуем поговорить по этому вопросу. Так, в чате нет вопросов. В чате нет вопросов. Значит, на этом тогда позвольте закончить. Вы извините, я несколько спешил, потому что у нас бесплатная версия. Не знаем, когда она закончится. Вот видите, осталось пять минут. Сказать хотелось о многом. Но выходит так, что не можем мы заключить договор на нормальную версию зума. Приходится вот пока обходиться бесплатной версией. Но я надеюсь, что, по крайней мере, основные моменты вот этой проблемной ситуации вы уяснили, и вам понятно, что это такое. Поэтому, еще раз говорю, прежде всего, фиксируйте факт предоставления некачественной услуги. Все вопросы, которые возникают у нас по обслуживанию многоквартирного дома, по предоставлению коммунальных услуг, все они должны начинаться со звонка в аварийно-диспетчерскую службу. Для того, чтобы зафиксировать. И не стесняйтесь, просите регистрационный номер заявки, которая была принята. На этом я прощаюсь с вами. Всем большое спасибо. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...